Георгий Константин Ижуков родился в деревне Волшко-Кубернии в семье Сапожника. Семья жила бедно, поэтому в 9-летнем возрасте родители отправили сына учиться в Москву в скорняжную мастерскую. И если бы не призыв в армию в 1915 году, Ижуков мог бы стать весьма успешным меховым мастером. Его изделия пользуются популярностью у москвичей. Свою военную карьеру он начал с участия в Первой мировой войне. В годы гражданской войны вступил в ряды Красной армии и более 20 лет фактически провел в семье. Был командиром взвода, эскадрона, полка, бригады, дивизии, корпуса. Отличная кавалерийская выучка помогла и много лет спустя, когда в июне 1945 года Георгию Константиновичу было доверено принимать знаменитый парад победы на Красной площади в Москве. Разгром немецких войск под Москвой, победа под Сталинградом на Курской дуге в Западной Европе. Вот славный путь к победе, в котором шел знаменитый полководец Жуков во время Великой Отечественной войны. Сам маршал вспоминал потом. Москва — это было самое тяжелое испытание. Тогда, осенью 1941 года, под столицей сложилась критическая ситуация. Танковые группировки противника рвались вперед. Но в результате успешного контрудара Красной армии линия фронта была отодвинута более чем на 150 километров. Это было первое крупное стратегическое поражение Бермонта во Второй мировой войне. Всего у маршала победы было более 60 наград. Жуков был не только четырежды Героем Советского Союза, но и одним из немногих советских командиров, получивших награды от союзников. Одна из самых известных наград — британский рыцарский орден Пани первой степени. До Жукова из русских полководцев и был удостоен только Герой Отечественной войны 1812 года — Михаил Барклай-де-Толли. Также маршал был награжден Высшим военным орденом США — Легионом Почета. В честь маршала была названа Военная Академия в Твери. Пассажирский самолет, танкер и теплоход, горные вершины и даже астероид, открытый в 1975 году. Во многих городах России маршалу Жукову были установлены памятники. Его имя присвоено площадям, улицам, проспектам. А самый известный монумент маршалу находится на Манежной площади, в самом центре столицы. Памятник изображает Жукова в один из наиболее торжественных моментов его жизни, когда полководец принимал парад победы 1945 года. Редактор субтитров А.Семкин